Мастер-классы различного профиля, выставки лучших работ, общение с живой природой. В преддверии Дня России в Симферополе прошла ярмарка ученических талантов. Все самое интересное горожанам и гостям столицы демонстрировали коллективы среднего, профессионального и дополнительного образования Крыма. На ярмарке юных дарований под открытым небом побывала и Елена Бережная. На площадке перед дворцом юношеского и детского творчества яблоку негде упасть. Сюда съехались крымские таланты со всего полуострова. Теперь путь на ярмарку открыт. В каждой палатке здесь царит разнообразие цветов, стилей, направлений и даже вкусов. Мы привезли различные деревянные изделия, выпечку, также изделия из солёного теста, очень красивые, различные кованые изделия. А вот от этих столов ни на минуту не отходят дети. Здесь презентуют свой потенциал учреждения дополнительного образования. Основной упор решили сделать на общении с животными. Это наш девиз «Дети Крыма» за сохранение природы. Поэтому всё, что связано с окружающим нас миром, это в первую очередь наша изюминка. Увидеть на этой ярмарке действительно можно всё, что угодно. Сегодня свои таланты демонстрируют сотни крымчан. Например, прямо здесь, на месте, специалисты могут провести мастер-класс по плетению косичек, оригами и визажу. Мастер по оригами Елена Фадеева рассказывает, это направление сейчас очень популярно. И к тому же сделать такое украшение вовсе не сложно. Берём простой лист бумаги или ткани и начинаем творить. У нас получаются вот такие ножки. И сейчас мы под углом 45 градусов подгибаем ножки, так называемые, в одну и в другую сторону. У нас получается вот такой треугольничек. И теперь мы заводим пальчики под бумагу и выправляем крылышки нашей бабочки. У нас получилась вот такая декоративная бабочка, которую, в принципе, можно потом использовать в декоре интерьера, одежды и так далее. Сегодня у образовательных учреждений есть уникальная возможность показать своё мастерство, считает профильный министр Наталья Гончарова. При этом, если говорить о будущем ребят, далеко не каждый выпускник сейчас желает получать высшее образование. Многие стремятся приобрести рабочую профессию, и это верное решение, уверены специалисты. Чтобы она была, прежде всего, высокооплачиваемой, чтобы это действительно было на благо семьи, на благо Родины, не побоюсь этого слова, действительно так дети думают. У нас сеть достаточно шикарная, широкая. В этом году мы будем открывать много новых направлений подготовки, новых специальностей. И это сегодня продемонстрировано на ярмарке. Мы находимся в преддверии масштабного строительства в республике. И скажу, что уже сегодня ощущается огромный дефицит специалистов рабочих специальностей. Эти специалисты востребованы, оплачиваемы. И, естественно, хотелось бы, чтобы это были крымчане. Эта ярмарка наглядно показала то, что сегодня может предложить система крымского образования, добавили руководители профильных ведомств. Елена Бережна, Андрей Трещук. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова